Коллеги, всем добрый день. Хочу отдельно поблагодарить организаторов, наших партнеров за приглашение. Действительно, темы, которые обсуждаются на данном мероприятии, они очень насущны для всех. Нам есть что рассказать, у нас уже очень большой опыт внедрения наших решений. Поэтому перейдем к делу. Выступление мое продлится порядка 20 минут. Расскажу о компании, расскажу о проекте, который у нас был реализован. После этого 10 минут, я думаю, для вопросов будет более чем достаточно. Собственно, что мы за организацией? Наше предприятие LTEX, оно располагается в городе Новосибирске. И уже больше 30 лет мы производим различное оборудование для сетей связи. Вообще начинали мы с операторского рынка. С, я думаю, 2005-го мы также начали выходить и на корпоративный рынок. Сейчас мы представлены у различных заказчиков. Опыт внедрения у нас очень большой. Большое количество партнеров, различные линейки. Что касательно самого предприятия. Конкуренты, конечно же, у нас не дремлют. Поэтому можно услышать много разного о том, что мы закрываемся, у нас нет оборудования. На самом деле активно ведется развитие. И в этом году мы запустили строительство третьего нашего производственного комплекса. Все, как я уже говорила, располагается в Новосибирске. Будет у нас 11-этажное здание. То есть, как видите, закрываться мы не планируем. Только развиваемся и производство наше расширяем. В чем вообще особенность нас, как производителя? Ну, конечно, последние несколько лет были шокирующими для телеком рынка. И очень много на фоне этих событий появилось так называемых отечественных производителей. Наша особенность в том, что мы не только занимаемся самим производством. У нас на территории России локализовано абсолютно все. У нас своя разработка по каждому направлению. Это и железо, это и софт. То есть, все полностью у нас именно российское. У нас свои сервисные центры. Тоже все на территории России. И здесь мы можем с уверенностью сказать, что мы подходим под описание действительно отечественного производителя. Ну, собственно, на слайде здесь у нас представлены основные плюсы нашего взаимодействия. Я думаю, они всем очевидны, всем понятны. То, что мы находимся в России, у нас поставки достаточно оперативные. Есть у нас возможность, поскольку свои лаборатории разработки, также дорабатывать программное обеспечение под потребности наших заказчиков. Ну, и в текущих реалиях это действительно очень важно. Все решения наши реестровые, то есть под понятие импортозамещения мы попадаем. Мы находимся в реестре Минпромторга. Все необходимые сертификаты у нас на решение имеются. Ну, и самый насущный, наверное, вопрос сейчас для всех. Как обстоят дела с наличием и, собственно, доступностью оборудования? Все отлично. Здесь у нас показаны наши статистические показатели за первые три квартала. Ну, и как вы видите, у нас идет значительный прирост и по количеству выпускаемых устройств. А у нас еще один целый квартал идет, поэтому прошлогодние показатели мы 100% все побьем. По количеству выпущенных прошивок, определенных доработок, новых устройств разработки, по сравнению с прошлым годом у нас ситуация значительно лучше. И действительно, компания семимильными шагами развивается. Мы планируем оставаться на этом рынке и со всеми нашими клиентами прорабатывать их текущие потребности. Ну, собственно, вводная часть моя закончена. Я надеюсь, что общее какое-то понимание по тому, что мы из себя представляем, у вас появилось. Дальше расскажу о том, как мы занимались импортозамещением с одним из наших заказчиков. Заказчика я, к сожалению, назвать не могу. У нас все равно есть определенная доля конфиденциальности. Но скажу сразу. Все, что вы здесь увидите, это можно найти в интернете. То есть очень большое количество статей, где написано. Это не какая-то выдумка. Это действительно было, есть и существует. С чем у нас столкнулся наш заказчик? Модернизировать свою сеть он начал в 2005 году. И 95% сетевой инфраструктуры, которая применялась на сети, это была Cisco. Самая известная компания у нас, популярная на рынке. Остальные 5% это были маршрутизаторы Juniper и немного Huawei. То есть это были те самые вводные данные, с которыми нам пришлось работать. С чего мы начинали? Ну начинали мы с малого. Мы понимаем то, что у заказчика уже есть сеть. И полностью все выбрасывать и строить это никто не будет. Поэтому нам пришлось поэтапно интегрироваться в уже существующую сеть. Начали мы снизу. Ну классическая схема построения сети связи. Здесь нет ничего удивительного. Начали мы снизу. Первое, что мы тестировали и начали внедрять, это были коммутаторы доступа. Что касательно коммутаторов этих, модельный ряд у нас очень большой. Не хватит, я думаю, и часа, чтобы про все рассказывать. Конкретно в этой задаче заказчик использовал обычные медные коммутаторы с возможностью стекирования. Также применялась технология POI. То есть две основные модели, которые у нас поставлялись, это обычные медные, гигабитные и устройство с POI. Как только мы успешно внедрились, начали думать, что вообще нужно нам уже идти наверх и рассматривать переход по агрегации. У ЦИСКа, я думаю, что здесь присутствуют инженеры, которые с этим оборудованием так или иначе взаимодействовали. И должны знать, что у ЦИСКа есть свои проприетарные вещи, которые усложняют, скажем так, именно вот этот процесс нашего перехода. Часть каких-то проприетарных вещей в нашем программном обеспечении мы реализовали. То есть его можно было спокойно интегрировать с существующими решениями. То, что реализовать у нас возможности не получилось. Мы совместно с заказчиком проводили аудит и перестраивали, скажем так, сеть на открытые протоколы для того, чтобы можно было в дальнейшем, ну уже без привязки к конкретному производителю, работать с различными решениями, в частности с нашими. Доступ уровень закрыли, дальше мы пошли на уровень агрегации. Здесь мы заказчику предлагали также гигабитные коммутаторы, тоже медь они использовали. Но тут уже большие количество объемов именно по таблице маршрутизации. Были обязательно резервирование узлов, питание и прочего. Заказчик наш имеет распределенную инфраструктуру с очень большим количеством офисов. Поэтому одним из основных требований у нас было это модернизация именно маршрутизаторов, которые устанавливаются на границе и связывают всю эту инфраструктуру между собой. Здесь мы предлагали заказчику наши сервисные маршрутизаторы. Это линейка ESR. Данные маршрутизаторы у нас есть в нескольких модификациях. И в частности для заказчика поставлялись как классические модели, так и решения с сертификацией в стек. Она у нас присутствует фактически на все модели, поэтому с точки зрения защиты там тоже все было проработано. На слайде на этом представлены наши возможности. Ну, как я уже сказала, линейки у нас очень широкие, и про все нет возможности рассказать. Но на текущий момент нужно понимать, что все потребности наших заказчиков мы готовы закрыть. У нас есть различные решения на уровень доступа от 8 до 48 портов. Индустриальные решения в защищенном корпусе. На уровне агрегации тоже большой очень модельный ряд с поддержкой различных протоколов. И немаловажно, в этом году мы наконец-то закрыли вопрос с ядром и содом. У нас вышли, буквально в прошлом квартале стартовали продажи наших устройств именно для центров обработки данных. Там у нас уже 10 гигабит, 100 гигабит. В первом квартале планируем тоже решение с 25 гигабит запускать. Что касательно именно нашего заказчика, он применял и применяет все устройства. И это и доступ, это и агрегация. По части центров обработки данных мы тоже с ним вопрос этот прорабатывали. И один из новых цодов, который строится, он построился на нашем оборудовании, на наших решениях. Сервисные маршрутизаторы, про которые я уже говорила, тоже у нас очень большая линейка. С точки зрения функциональности они выступают и как маршрутизаторы, и как межсетевой экран. То есть у них есть возможность работы с различными протоколами безопасности. Как уже говорила, также имеются все сертификаты. Помимо этого в этом году мы также запустили виртуальный маршрутизатор, то есть программное обеспечение. Если потребности в железе именно нет, то можно и виртуально его разворачивать на любой машине. Устройство нужно чем-то управлять, и поэтому, конечно, мы помимо железа и разработали еще и программное обеспечение, которое управляет всем нашим модельным рядом. На стенде можно на нашем его посмотреть, пощупать, но здесь вот тоже представлено, как это выглядит. Для корпоративных заказчиков это очень важно, потому что все наши зарубежные компании, они, конечно, избаловали по системам управления. То есть хочется больше делать именно в таком графическом формате. Конечно, все умеют работать с командной строкой, но все равно графический формат, он очень важен. И мы сейчас активно нашу систему и внедряем, и ее развиваем, как-то интерфейсы, инфункциональность. То есть это не только мониторинг, там также присутствуют основные функции управления устройств. Помимо этого, в этом году мы стартовали разработку системы наподобие ЦИСК-СЕ, то есть контроль за доступом и прочее. Я думаю, что за следующий год вопрос мы этот закроем, и данный продукт также будет уже в нашей линейке представлен. Мы сможем все потребности заказчиков закрывать. Ну, помимо сетевой части, наш клиент также заинтересовался телефонией, потому что парок телефонов он был, были различные АТС. Ну, в основном все было аналоговое, все было старое. Конечно же, это нужно было также менять. Поэтому здесь что нами было предложено? Мы предложили АТС. И АТС есть это в нескольких модификациях. Есть железные решения на фиксированное количество абонентов. Также есть программно-аппаратный комплекс, если уже количество абонентов значительно возрастает. В случае нашего клиента ему было достаточно моделей до 3000 абонентов, поэтому устанавливалась железная часть. IP-телефоны нашего производства. Они тоже у нас представлены на стенде. Можно подойти, потрогать, посмотреть. Устанавливали. Что касательно аналоговых телефонов, ну, конечно же, возможно, здесь сразу их все выкинуть и перейти на IP у клиента нашего не было. Поэтому также мы использовали голосовые шлюзы для того, чтобы интегрировать старый модельный ряд телефонов в общую сеть. Поскольку сеть нашего заказчика, она территориально распределенная, то в рамках именно работы с центральным офисом здесь мы устанавливали программный наш аппаратный комплекс. Тут вопрос исключительно стоял по резервированию. У нас есть возможность территориально распределенного резервирования у данного продукта. Поэтому для поддержки заказчику мы устанавливали в главном офисе именно программный продукт. Это то, что у нас было на схемах. Кратко уже обо всем рассказала. IP-телефоны, абонентские шлюзы для подключения аналоговых телефонов, транковые шлюзы с поддержкой резервирования – это вот те самые АТС. То есть у нас АТС реализована на базе транкового шлюза и фактически при помощи ПО она открывается для абонентов. Коммутаторы, ну здесь понятно, для подключения телефонов IP, то есть просто чтобы сеть собрать. Также рассматривали заказчикам решение пограничного контроллера. Ну что-то наподобие маршрутизатора, но для телефонии, чтобы тоже контролировать, чтобы не было у нас каких-то несанкционированных доступов к нашей сети. Что у нас в итоге получилось? На текущий момент у нашего заказчика уже импорта замещено 70% оборудования. По плану до конца 2025 года полностью перейти на отечественные решения, в частности на наши продукты. Как итог, мы уже активно заменили сетевую часть, мы модернизировали телефонию, но это не все направления, по которым работает наша компания. Помимо этих направлений у нас также есть беспроводной доступ и различные ЦПЕ-устройства, что-то наподобие умного дома, автоматизации. Вот это вот я имею в виду под общим пониманием ЦПЕ-слова. И мы также с заказчиком эти моменты прорабатываем, обсуждаем. Это то, что у нас стоит в планах на ближайшие годы. Я очень быстро отстрелялась. Всем спасибо. Надеюсь, мое выступление было интересно. И вам теперь не страшно импортозамещаться. Отлично. Отличное выступление. Коллеги, ангажирую вас задавать Ольге вопросы. Напоминаю, что за самый интересный вопрос у нас самый интересный приз. Да, здравствуйте. Короткий вопросик. Ну, видится логичным продолжением вашего развития линейки это разработка мечтевых экранов, типа юзергейт и так далее. Есть ли такие планы у вас там в этом, в следующем году, например? И видите ли вообще потенциал бизнеса для вас там вот в этом направлении? Спасибо за вопрос. Я вернусь в нашей презентации на слайд с маршрутизаторами. Они у нас уже есть в линейках. То есть это уже активно у нас внедряется и продается, интегрируется. Мы не выделяем, ну, не разделяем, скажем так. То есть для нас маршрутизатор, он автоматически межсетевой экран. Функции безопасности в нем в прошивке есть. Если речь о какой-то сертификации, то здесь можно отдельно обсудить. Но вообще разработка наша, конечно, в этом направлении ведется. Если мы говорим про функции именно безопасности, мы интегрированы по IPS-IDS с Касперским интегрированы, с Positive Technologies интегрированы. То есть именно по части функции безопасности у нас много поддержано на данной линейке. Так, есть ли еще вопросы? Так, можно ли передать микрофон чуть дальше? Алексей Подгоров, Лукова технологии. Два вопросика. Первый, когда от ЕМС откажетесь и переедете полностью на ЕЦЦМ, потому что немножко неудобно. Вот с Wi-Fi было. С софт-ГРЭ пришлось тоннель организовывать через ЕМС, при этом еще и ЕЦЦМ как систему управления. И второй вопрос. Планируется ли расширение штата сотрудников? Интересует схема работы? Дали схему, дали адресацию. Нам собрали, мы протестировали. А сейчас пока приходится получать оборудование. И тестировать самим, настраивать каким-то мануалом. Ну и с запросами в техподдержку. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я, наверное, с расширения штата сотрудников начну. Но, как вы видели, на презентации моей у нас строится новое здание, 11 этажей. Конечно, мы будем расширяться, и штат нас будем расширять. Сейчас у нас есть возможность организации удаленного тестирования. То есть мы вам организовываем стенд на базе нашего предприятия, предоставляем все доступы. У вас есть выделенный инженер, который вам помогает с настройками и прочим. Ну, также можем и вам отправить. То есть есть люди, которые, вот, есть желание именно самим попробовать, поразбираться, вообще увидеть, что это такое, поставить в свою существующую сеть, посмотреть, как это в окружении работает. Поэтому таких вот два варианта у нас с точки зрения взаимодействия и теста есть. По переходу на ECCM. Сейчас у нас в ECCM поддержаны все коммутаторы, маршрутизаторы все. На план на ближайший год мы туда будем полностью переносить телефонию. Wi-Fi. Здесь вопрос именно переноса функций контроллера. Потому что контроллер очень долго доразрабатывался. Но он также, этот вопрос есть. И да, в плане есть переезд. То есть ECCM мы продолжаем развивать с точки зрения EMS. Мы ее поддерживаем, но никакого развития там уже, конечно, не будет. То есть мы полностью на новый продукт уходим. Можно я чуть-чуть уточню про планы на расширение штата. Это вы хотите за счет молодой крови и заходим в городка? Или есть хитрый план, как в Новосибирск привлечь инженеров? На самом деле мы всех наших сотрудников чуть ли не с пеленок выращиваем. У нас очень хорошие теплые взаимоотношения со всеми институтами, которые у нас есть в городе. То есть сейчас все технические вузы Новосибирска фактически на нас работают. На то, чтобы наш штат прирастал. И я думаю, что в этом году мы, наверное, за полторы тысячи сотрудников мы уже перевалили. К концу года, я думаю, что где-то на 1800 выйдем. Отлично. Так, я еще, по-моему, видел руку. А, вот. Вот у кого рядом микрофон, ближе, видимо, тому и дадут. Добрый день, Ольга. Тоже пару вопросов. Первый вопрос про сервис, какой вы SLA готовы предоставлять на данный момент. А второй вопрос про модель развития. Если вспоминать вендоров, Cisco строила партнерскую сеть. Huawei шел сам. Есть ли у вас видение, как вы будете? Будете ли вы привлекать партнеров? На какие активности? Как это будет выглядеть? Спасибо за вопрос. Я начну с партнерской темы. Думаю, актуально. Мы партнерскую сеть стараемся развивать. У нас есть свои проекты, в которые мы участвуем как производитель. Но наши ресурсы, они ограничены. Поэтому все-таки партнеры для нас очень сильно важны. И партнерскую сеть мы 100% развиваем. Очень партнеры нам помогают. В частности, с какими-то задачами по аудиту. Комплексные проекты, где требуются какие-то сервера. Ну, то есть решения, те, которые у нас не присутствуют в наших линейках, но они заказчику также требуются. И вот именно такие проекты мы все реализуем через наших партнеров. Что касательно СЛФ. Как я уже говорила в презентации, у нас сервисный центр наш. Это и разработка, и все инженеры. Мы располагаемся в городе Новосибирске. То есть 4 часа у нас разница с Москвой. Но это не проблема в части того, что у нас есть поддержка 24 на 7. Вам полностью выделены инженеры. Все телефоны, все удаленные доступы. Это все уже проработано и работает. Также есть возможность выезда инженера. Различные такие услуги мы тоже оказываем. Спасибо. Я думаю, мы еще, может, даже два вопроса успеем. Вот там вот. Спасибо за доклад. Очень интересно. Такой вопрос хотел бы задать, наверное, уже в эту пищу для всех сетевых инженеров. Когда LTEX придет к некой унификации синтаксиса в коммутаторах и рутерах? Да, я вижу вашу улыбку. Вопрос, видимо, больной. Не сказать, что он больной, но он сложный. В том плане, что наш синтаксис все равно зависит от того чипа, который в устройстве используется. И в рамках разных линеек как-то это привести к одному виду иногда бывает просто невозможно. Потому что другой чип, там другие какие-то характеристики, и это немного по-другому работает. Но вообще, конечно, есть это в планах. Очень понимаем вашу боль. Стараемся максимально минимизировать этот момент. Спасибо. У меня сейчас вьетнамские флешбеки из моей инженерной юности, когда я познавал оборудование D-Link. Ну нет, D-Link это совсем грустно. Ну вот с синтаксисом там было что-то очень знакомое. У нас, если мы говорим именно про корпоративные решения, у нас полностью Cisco Like командная строка. Поэтому все вот интеграции, которые у нас с нашими заказчиками происходят, они происходят очень безболезненно. Уже есть опыт работы, ничего там нового не выдумано, скажем так. А вообще, если стоит задача именно знакомства с нашим оборудованием, у нас есть обучающие центры и здесь, и в Москве. Также мы проводим обучение на базе нашего предприятия. То есть выдаем сертификаты, там полноцельное недельное обучение, про все-все-все рассказывают. Да, отлично. Так, я вижу, уже микрофон перехватили. Давайте это будет последний вопрос. День добрый. Да, железки у вас достаточно приличные, там особенно коммутаторы. Ну, на мой взгляд, правда, местами немножко неоправданно дорогие, но это, наверное, вкусовщина. Но с чем точно есть проблема, так это с поставками. В последнее время задержки достаточно большие. То есть полгода вполне встречается. Вот какие у вас планы с этим связаны? Ну, это тоже вопрос больной. Я думаю, мы все с вами столкнулись с той ситуацией, в которой мы уже живем два года. Мы являемся отечественным разработчиком и производителем. Но мы не скрываем того факта, что часть элементной базы у нас заграничная. Конечно, мы очень были бы рады перейти на российское, но в России у нас пока такого не делают. У нас даже для простого коммутатора доступа не могут сделать плату нужной толщины. Какая речь о чипах вообще, в принципе, может быть? И когда произошли все определенные события, конечно, часть наших партнеров, они испугались. И нам пришлось искать какие-то различные способы по взаимодействию, выстраивать цепочки оплат и прочее. И, как я вижу, в среднем у нас сроки уже начали сокращаться. Да, на ряд позиций еще они могут быть длительными. Но мы видим тенденцию к тому, чтобы наконец-то уже выйти на ту работу, как мы работали раньше, то есть со складскими остатками, а не отгрузки сразу в заказчика, к второму кварталу следующего года. Спасибо. Так, Ольга, и самое сложное в докладе. Значит, у нас были вопросы про безопасность, про отказ от ЕМС, про расширение штата, SLA, партнерскую сеть, унификацию синтаксиса и задержку поставок. Кто самый каверзный и заслуживает? Мне все нравятся. Как определиться? Надо выбрать одного. Каверзный. Ну, я, наверное, выберу вопрос про программное обеспечение. Я имею в виду, что унификацию наших командных строк. Поаплодируем. Когда человеку станет грустно, он сможет открыть вина, и, может быть, наша командная строка уже не такой ужасной будет. Главное — консоль не перепутать. Спасибо большое, Ольга. Ваши аплодисменты. Всем спасибо. Ждем на нашем стенде. И через буквально минутку мы продолжим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.